А потом однажды кто-то мне, то ли Денисенко, то ли Сафронов, сказал, мне нужно несколько фотографий, уже доказательство моей правоты железа, несколько фотографий, я их выбрал, поискал деревья постарше, болтун я, прививку-то места не найдете, вот схема нужна, где она тут, но это привитое дерево, это абрикос, ну здесь хоть что-то видно, но очень сильно разновидовое, ну то есть не видимо, разносортовое, но могим, вот, и это могим, а теперь смотрите сюда, это в моем саду, я уже так, знаете, чтобы не выглядели слишком тупым, я говорю, это ранний железо, это ранний железо, вот этот ранний железо, значит, высоко привал, результат, уже начинается разрушение вот тут, начинается обгон, вот, а о том, что почка за третьей почкой по двое должна идти образно, условно, нет, точно сюда штуки, но сам принцип, образно, за третьей почкой по двое должна идти четвертая почка привоя, если внутривидовая, понимаете, да, вот, вот это и есть закон сопричинения почек, и тогда вот этого не будет, ну и разве плохо, что я тогда, это самое, схалтурил, высоко привил, знаете, иногда высоко привал, меня одно оправдывает, в отдельные годы снег как даст полметра, ну редко таких, не больше трех за 30 лет вспомню последних, вот, уже все, уже время уходит на прививку, уходит, уже апрель, а снег еще не растаял, еще 20 сантиметров, 25 сантиметров, я матерюсь, раскапываю руками, разгребаю, становлюсь, извините, раком, и голову засовываю в яму, чтобы привить пониже, и у меня зад выше головы, вот, кто бы меня смотрел, вот, Серега из Копки фотографировал, а меня такого фанатика никто не сфотографировал, а вот результат, не удавалось у самой земли, когда вот сугроб большой, ну, уровень снега высокий, оправдался, кажется, а вот это мне уже прислали, это не моя фотография, не, 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 все, все, это не мое, ну, вы уже поняли, что такое закон сопочтения почек, если уж я нарисовал, вернее, по моим чутким руководствам, нарисовал кто-то с этих компьютерчиков, вот, все, комментарий излишний, это, знаете, опять эти самые, ой, что мне делать, я уже не знаю, вот, это чертова химера, опять это, за три месяца, вместо двух почек, да, вот, и вот химера, это слива на абрикосах, как-нибудь химерой, помните, я говорю, что такое химера, лев с головой человека, человек с головой льва, ну, и так далее, вот так вот, абрикос с головой сливы, абрикос с головой сливы, но до того интересно, это мы с этим, с Алексеевичем уже обижаться перестали, ну, не нравится вам химера, ну, сидите без деревьев, вот, химера не в это, вот здесь они родятся, вот в этой зоне, чуть выше, чуть ниже, вот, это тот самый случай, разновидовый, эту фотографию прислали, да, частенько, из-за того, что, а, опять же, обрывать, не обрывать, руки оборву, здесь же рядом побег, уже такой, и еще посмотрите, деревца, вот это же, может, это мой был саженец, то есть, косточка из него выросла, ну, у абрикосов вот так всегда лезут, 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 до середины лет, бывает, и лезут, приходится выламывать, выламывать, чтобы дать возможность прижиться, вот здесь вот дерево погибло, бесполезно было, вот это место, это место до химер, но не жизнеспособное, вот, это тоже самое, вот прошел еще год, деревце старается умереть, но дать урожай, не так, дать урожай, а потом умереть, увидеть, в Париж умереть, этот, я купил два этих самых, колынных яблони, я так хотел еще, а что их не купить, ну, подумаешь, 500 рублей, за то это, я потом срежу черенки, ага, срезал, я как посадил его, все, что выше вот этой вот пня, это все мертвое было, ну, вот так пошел, он еще, знаете, ему уже лет 5, а у меня все по колено, и люди покупают, но у меня хоть для этого основания были, вот, а вот это вот прививка, ой, обрезка по железу на, для того, чтобы были полноценнейшие черенки, заметьте, я мог тут отрезать, и вы бы сказали, ой, какие хорошие черенки мне прислали, ну, это я уже вам рассказывал, слева правильно, вот это узаконенное, что когда привык к пучке, вот эта рана узаконена, вот, правильную рану сделал, и дерево не погибнет, вот здесь надо было кукиш, я как-то один раз кукиш рисовал, зашел в интернет, вот, набрал кукиш, вот, а вот здесь надо было, вот это вот здесь вот, кукиш, вместо справильных, вот, а вот это вот, рука кандидата наук, очень известного человека, наверное, один из лучших в России, чтобы вот этого, я почему этот снимок сделал, это с его сайта снимок, вот, чтобы вот это вот, не возмущаться, что вот это действительно, он тоже понимает, что, я так понимаю, что это умнейший мужик, ученый, умный мужик, мне понравилось, когда он показывал приветки в ролике, да, у него, он не только, это такой редкий случай, он так аккуратно и ловко делал, видно, что он из-за всю жизнь делал тысячи, вот, но вот у него получается как, он оставил пенечки, ну, что я скажу, это, конечно, ранность раз в два раза меньше, но пенечки будут отсыхать, то ли заживет, то ли догниет, вот, ну, по принципу хрен я откинусь, но уже думает, уже лучше, вот это снимок, один из ключевых, я вам уже один такой показал, показываю еще один, смотрите, было две почки, прививка пошла, обе почки пошли, вот это вот, расставая, ведь при прочих равных условиях, вот это вот, вторая почка оказалась плодовой, можно ее назвать, цветочной, можно назвать, там, генеративной, как угодно называйте, но ее не, но, если бы эту почку отдельно, я бы привил, вот так, да, или вот так, кроме вот этой проблемы, что ранное основание большая, была бы вторая проблема, у нее программа не заложена, вот, и тот, кто привил бы ее отдельно, еще бы год бы растил, а потом она достигла бы метра полутора за два года, да, и, и продали вам, она бы еще бы чуть-чуть бы там в веточки дала, немножко цветочков дала, и все, исчерпано, поэтому лучшая капулировка дает больше шансов на то, что вы наткнетесь, первый принцип, помните, как можно ниже, а второй принцип, что вы даже в середке наткнетесь на ростовую почку, на ростовую, из двух, из трех, вот, или там еще будет побольше их, посмотрите, ниже, мы же еще не закончили, старый снимок, когда-то я высылал его в газеты, очень удачный, вар садовый, потом он такой же остался, но появился вар бугорков, но тоже, который на морозе, на легком морозе он все равно мягкий, вот, секатор с редуктором, будет удобно, до сих пор им пользуюсь, не перешел на новомодные прививка в расщеп, вот здесь вот, видите, мне удается делать срезы более длинные, более такие, по отношению к диаметру, более тонкие, так, вот, врачи обставлять, и тут нет этой самой, а вы вспоминайте теперь, если кто-то поднимет тот самый предыдущий вебинар, и там, где я ссылался на генерала, садовода, умнейшего, он там сетовал, что вот эта дырка, вот это место не зарастает, вот это, научился делать так, а теперь вспомним, я ленту рекламировал, а лента же особая, особо прочная, вот, не буду листать обратно, и вот, когда вот эта особо прочная лента, а мы сейчас дойдем до этого, кстати, вот она, улучшенная полировка, снимок более наглядный, чем вы видели, да, и еще вы видите, ну, что тут не понять, вот она, вот она в расщеп, эти два способа, все, на этом все, но если еще толще будет, там уж придется изворачиваться за кору, вот, вот это фотографии мне прислали, у меня точно такой же нож, только другая, вот этот логотип другой, а так-то так же, на моем написано, у меня половина, полсотни, наверное, человек только в этом году спрашивал, где вы нож брали, Германии, Соли, Гриле, читайте сами, вот, и логотип может быть другой, но если он заточен на одну сторону, мы вот этот нож, я своим сверял, все сходится, кроме вот этого, вот, а может быть и китайская подделка, все бывает, ведь это же Германия, вот так что, а, вот это переводится как Золинггер, Золингген, знаменитая фирма, ну и подделок тоже у нас много, сами знаете, и так, это все, что я мог сказать, для меня это лучший нож, если не подделка, смотрите по цене, как-то еще попробуйте, самое обидное, вот у меня все жалко, я не готовил уже, я не могу все показать, но я уже раньше вам показывал нож, который называется привычный, на самом деле, а из 20 ножей, 19, как раз такие, один, вот, кто присылал за все годы фотографии, один даже, два раза нож присылали, просто так, на обе стороны заточены почти все, это те ножи, ну вот, фотографии, к сожалению, представить не могу, различается чем, вот тут пяточка, и вместо того, чтобы написать окулировочный, напишут привычный, люди покупают, а потом или иди к токарю, или вы это самое, режь хлеб, вот, самое, что, это, что он может делать, вот, вот это вот, граница возможного, вот, мне прислали такую, а вот видите, как привает, а сколько вариантов, ну, посмотрел я, вот сейчас я, к сожалению, да, должен, я бы многому говорить, но, я когда вижу вот это вот, вместо обмотки, это, сюда буквально вбивают, бывает и молотком вбивают, там еще можно без обмотки обойтись, это все извращение не для нас, ну, поймите, люди зарабатывают деньги, все, что сбрело в голову, все, что видел, слышал, все это в одну кучу, и что получается, смотрите, вот, вот, те, которые ни разу не делали лучшую капулировку, слышал зонт, слышал, сделал вырез, пользуйтесь, ребята, а это самая паршивая прививка, даже теперь, хуже те, которые я вам, те, которые я ругал, ну, что это такое, это не лучшую капулировку, идем дальше, смотрим сюда, вот опять, взяли, да еще, как это, тут же трещина, а здесь щель, вот эту щель всю замазали, замазали, а ленточки нет, а где-то просто веточки, они должны туда, знаете, как втыкаться, со страшной силой, вот тогда еще может быть, вот, а потом, знаете, что бывает, не дай бог, христины, они падают, да и все, вот, а еще смотрите, как они умудряются вставить, вот так, идиотизм, ну, что, трудно ровно поставить, специально подчеркиваю, это еще не все, вот это еще, ладно, трудно разглядеть, что здесь клин дурацкий, да, а сюда посмотрим, а внутри вот это все болтается, только, прижимается только вот этим калусом, это не все, вот это же специально, конечно, вот так нарисовали, уже трудно нормальную сделать, кол, я вам ниже покажу, не кол, а этот, клин, ну, чем руководствуется, да, здесь, конечно, надо, чтобы это самое, совпал калус калусом, кто бы, этот, ой, господи, я уже заговариваюсь, вот, чтобы этот самый, все члены, члены, как, все составные части подвоя и привоя, чтобы совпали, так, ну, идем дальше, дальше страшнее, вот это наше, это ладно, там иностранцы нас учат, пусть учат сами себя, хорошо, что мы читать не умеем, а это наши ребята, вот это вот, я в питомнике побывал, в одном, один из крупнейших в России, вот, и что я увидел, я увидел, что вот эти вот груши стыкуют подвоя и привоя, я не утрирую, я не выпячу какие-то крайности, да, вот такие вот, это я, я, я взял, вот, и вместо них вам показываю, вот, толстый подвоя и тонкий привоя, внимание, когда их стыкаются, они с одной стороны делаются вот такую рану, я не привилечил, я еще маленькую сделал, обматывается, и, о, чудо, это зимой все делается, дальше приживание идет, потому что им очень удобно лежать в коробке с этими, со стружкой или с опилками, в большом ящике, да, вот он ящик, все, что блестит, видите, вот это страшная рана, потом вы покупаете, ее уже не так заметно, она темнеет, пленку убирают, вы ее не видите, вы покупаете практически мертвую саженную, будьте бдительны, будьте внимательны, вот, а вот это вот фотографию прислал Латинков, а что же нам, бедным, делать, а почему такой вариант не попробовать, вот, и он прислал фотографию, где, чтобы не делать расщеп, почему не делать удвоенную лучшую каплируху, прекрасно, вот, раз делает, значит, делает, вот, я так, правда, не делал, я предпочитаю, все равно расщеп, но это ладно, а когда это был, это самое, так, все, пропускаю кое-что, вот это прививка на яблоню груши, и этот способ, выбирается ветка плодовая, заметьте, и когда к плодовой ветке прививаешь стенок, возношение на второй год гарантировано, это способ А, проверки, да, грушевая плодовая дефицит, да, сами знаете, мои тысячи семян никого не интересуют, я на что-то не замыкаю, а когда прививает на яблоню, результаты получаются хуже, но получается, вот, я даже читал где-то, и с этим согласен, здесь вероятность процентов 50, вот, не, ну, это особый случай, это просто прививка на плодоношение, да, а потом я покажу просто прививка, то есть на плодоношение, она ускоренная плодоношение, вот, вот здесь забыли снять пленку, писали фотографии, я еще и так, и так смотрел, от того, что здесь такое дикое сдавливание, вот, его и пучит, это, этот сад, конечно, она, почему, говорит, у меня вот это вот, я говорю, а потому что пленку не сняли, вот, а это ко мне заезжали, ехали из известного питомника, вот, смотрю, пленка, я говорю, давайте снимем, сняли, а прошел год, как после прививки, вот так вот, вот так, додержали, считайте, садится уже нет, а с пленкой выглядят, как живы, вот это вот неправильное, срез, я говорю, мы должны делать длинные узкие срезы, или длинные узкие клинья, вот это еще один человек, который понятия не имеет, что вот такие вот, когда делаешь, их труднее сделать пластичными, знаешь, что такое пластичные, вот эти, когда состыкуешь, там могут оставаться щели, и, кстати, получается больше калуса, и меньше морозостойкость, даже если приживается, вот, оно, когда начинаешь прививки делать, начинаешь с таких, я же лет 30 назад уже видел такие вот, но все повторяют одно и то же, вот, с 19-го, 20-го, 20-го, 21-го, вот, а потом по неволе начинаешь удлинять, ну, давайте удлинять, итак, прививка в расщеп, надо сделать желательно так, чтобы, когда мы вставляем две веточки, чтобы они, без ними щели не было, это щель лишняя, так, обмотка, вот та самая обмотка со всей силы, вот видите, вот здесь вот это вот, сейчас задача, начинается обмотка сверху, когда прививка в расщеп, ниже, 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 и особое усилие, несмотря на то, что потом, может быть, будет, как сказать, также мешать развитию, на этом этапе надо, чтобы все прилегло ровненько, чаще всего мне это удается, вот, прививка груши на яблони, да, действительно, яблони самый распространенный подвой, и даже можно и в скелет привить грушу, и какую-то из основных веток, вот, можно корневой отводок привить, вот, и она 50 на 50, вот, допустим, вот это мой удачный пример, мой, это было в моем саду, так, долго не прожила, лет, наверное, 10, прежде чем отмерить, но тут главное другое, я когда вот это получил, вот это именно с этого дерева, так, вот видите, как яблони планы, вон, много-много яблочек, прекрасно, вот они, я сейчас только увидел, вон они, эти самые, так вот, я сделал 100 прививок, я никогда не мелочусь, груши на сибирке, получил большую часть мертвых, меньшая часть хиленьких, и, еще через год оставалось несколько, но они через год оставались просто полтора карандаша, я их просто вырубил, то есть продолжать эту линию можно, я не Мичурин, почему, потому что, это, у меня другое направление, и получается, что еще бы несколько, ну, так же, как это, коня еще бы два дня не кормить, привык бы, вот, то есть во многих случаях, я считаю, тупиковое направление, для много тупиковых, вот, а вот это вот, та самая вода, еще я читал, что можно добавить немножко сахара, там, пол ложки, чайной, можно добавить меда, но, для меня все едино, это надо, как-то добавлял сахар, разницы не заметил, за что купил, за то продаю, но вот это вот забывает, про смачивание срезов, забывает, вот, и был у меня случай, ранняя весна, Сергей прививал, по-настоящему, первый год, у меня, ему было лет 16, или 14, вот он, делал прививки, а я всегда на месте, я очень быстро делаю срезы, и, с одного движения, я никуда не ошибаюсь, вот, а он же как, возьмет, черенокийный, раз, чуть коротковат, раз, сильно длинный, раз, с горбинкой, раз, наоборот, с ямкой, в общем, и он спокойно взял тогда, плюнул это дело, руки морозить, а мы же, где-то при минус 8, привали, я привычал к этому делу, как, не к халтуре, что ждать, когда надо привить, а потом уже, уже это, не то, что поздно, но уже того качества не будет, минус 8, это утро, к обеду будет ноль, а, это, под бутылкой все 5, то есть, это мы морозимся, а дерево хоть бы хны под бутылкой, я тогда придумал, он придумал, взял эту самую миску, вот так накрошил, вот так, образно говоря, накрошил, вот в воду, пошел с миской в сад, и дальше уже раз, по двое, а по двое много, вот, не жалко, раз, и под нее подбирал привой, то есть, мы все, тот момент, это вот привыка за столом, но в тот момент, и до сих пор, почти все плевается на коленях, на морозе, исключение стало, ниже покажу, это исключение, пойдем дальше, а вот, значит, вот это, видите, я не соврал, лед, это значит, что осенью, днем они были выкопаны, когда оттаяла земля, так, это груши, потом они были поставлены в бочки с водой, ночью вода замерзла, утром ледок разбили, то есть, вот время, минус плюс, минус плюс, и за столом привили, вот это уже привыка за столом, груши, настолько, вот эти манджурцы, ой, уссурийские, вы можете их назвать, китайские, манджурские, уссурийские, эти самые, еще, там, несколько этих самых, похожих на именований, вот, это все оттуда, и вот они, даже за столом, а ведь качество зависит от чего, привил на месте, корни-то уже работают, к осени не лучше, но только с грушами, получается чудеса, я вам показывал грушу, когда еще все привильки спят, на грушах уже листья, вот такие, почему груши, не знаю, но именно груши, вот, поэтому мы взяли на себя смелость, груши поливать за столом, особенно, когда я ноги уже до конца испортил, Сергей на низкой тумбочке, я таблетки мог, а я не могу, мне живот мешает, я остановился на колене, всю жизнь мне мешал живот, вот, хотя я почти нечем ем, ну, такая у меня структура, половину энергии я беру с космоса, и не шучу, и вот, значит, именно груши дают практически 100% приживаемость, так, если как можно раньше с них начинать, под бутылки, кости неполноценные, фотографию видели, вот так выглядит лучшенька, регулировка, как можно ниже, как можно раньше, ну, это вот то, что за столом, потом бах, в это ведерко, вот, и когда десяток набирается, высаживается, вот это, знаете, как, вот рядом положить стопочку долларов, миллион, вот, или, допустим, там, 100 миллионов рублей, ну, допустим, бюджет какого-нибудь института, вот это, вот это есть, поняли, самые растойки в мире, идут на костер, это другой год, все это идет, вот, а никому не надо, все по-прежнему, вот, толкнемся небольшой группой, и так и будем толкаться, почему думаете, я привычаю Тимошку, он 10 лет будет привать, Сергей начал в 14, видите, вот эта фотография сделана у меня, это он в саду, привыкал к моему саду, она сделана 16 лет назад, правильно, или 17, ну, 16,5, вот, это он еще потребитель, вот, чуть позже, он кем стал, и почему я так говорю, вот это вот его питомник, вот любой питомник, дальше речь идет, не то, что похвастаться, это чисто рабочий момент, бутылки, 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 маточный сад, вот он, так, он цветет, абрикосы первые зацветают, очень рано, даже листьев нет, и вот этот маточный сад, пока вы в тех, помните, 97, это, до сих пор не обнаружено, только в одном случае, на сайте обнаружено, один, единственный полоносящий абрикос, причем явно, где-то в даче массиве, если фотографии сделано, вот, то есть, мой совет, когда вы собираетесь покупать саженцы, я повторюсь, на речь идет о привитых саженцах, непривитых сейчас практически не продают, вот, сразу посмотрели, штамп ему сделали, значит, весь низ был, изувесен, уже не берете, раз, обязательно спросите, какой подвой, не знает, привез, откуда привез, вот, когда они говорят, с Алтая, я говорю, какой питомник, ну, видно, глаза бегают, не знаю, то есть, он назвать его не может, все ясно, вот, ну, и так далее, то есть, разоблачить очень легко, обойдете весь рынок, побываете, и только 20-й продавец, может быть, окажется местным жителем, вот, с ним дело иметь, но они, к сожалению, настолько стандартны все, их, что, в общем-то, недалеко уже от покупных, разница покупных, с Узбекистана, от Азекистана, что они вообще замерзнут, любую, в любую зиму, даже среднерусскую, несибирскую, просто замерзнут, да, молдавские, там, эти, вот, с Сербии привозят, с Польши привозят, там, очень много с Польши стали возить, вот, там, это самое, ну, Таджикистан, Узбекистан, это святое, это весь Урал, это Дальний Восток и Сибирь, дотянулись до Дальнего Востока, там тоже плохие дела, и вот они все, это, просто погибнут, а наши нет, наши, вам продадут саженец, вроде бы, ориентированный, вроде бы, изувеченный, вот чем беда, а вы уже смотрите, вы теперь знаете, что такое изувеченный саженец, прошло время, лучший питомник в России, причем, я, он с ремнем не стоял, я ему сказал, хочешь, одеваться, обуваться, хочешь иметь этот самый, плеер, или еще какой-нибудь, для этого, пожалуйста, вот и все, а теперь это лучший питомник в России, я к тому, что, вот, а теперь вся надежда, вот все это, а вот это, женился, теперь это, фотомодель, отрезает, оставляет три почки, вот это, самый полноценный, в мире саженец, почему, прирост, последнего года, не вот эти вот, которые, с почки появляются, это молодой сад, еще год-два, и почки, вы брали, веточки, других, вот, а теперь представим себе, допустим, заместитель директора, а, у нас вместе с ним появляется, а вот это, ее уровень, это уже она знает, поняли, противник, чего я, а вот это вот, первое дерево, пассажное, вы имейте в виду, не опускайте руки тех, кто не хочет прививать, вот, Мажерин, да, Саша Мажерин, фильм снят с ним, он сидел напротив, и там есть фотографии, он у меня купил, единственный вот этот абрикос, ему был четвертый год, и он у меня через год-два заплодоносил, начал давать уже не манджурцы, ну, с виду, это были амуры, что такое, амуры, ну, кто-то, это, опылил, амуры, Артем, Серафим, там, не поймешь, но, вкусные, крупные, в два раза крупнее, сейчас не та тема, вот, поверьте на слово, и он эти косточки, как пустил, у него теперь свой питомник, все началось с одного этого, саженца, и у него теперь сад, питомник, и это, и вот он сидит, рассказывает же, я еще даже говорю, поверьте, это не засланный казачок, это не я вас уговариваю, купите у меня эти, или там у Сергея, саженец, а не, почему он четырехлетку купил почти, а он назывался ключ, да, четырехлетку, он же никто не покупал, а вырубать жалко, ну, купил мощненький, ну, все по моим правилам садил, смотрите, опалубку, я отругал за опалубку, обещал уберет, но это еще в те годы, такой же Абакан, такой какой-то, бесснежье, вот, корневая шейка цела, здесь рано не сделал, посмотрите, видите, чья школа, вот, еще раз, видите, вот это и есть, на начало, сделай тут рано, а мороз какой, а в нем уже генокультурного абрикоса, он же замерзнуть может, а и последний, кого я бы сейчас, значит, защитина, вот, и человек с ее энергией, да, ведет этот клуб садоводов, с ее энергией, вот, вот это был бы, да, вот, вот это, будущее сотрудники виртуального института, который никому не нужен, вот, я много рассказывал, хорошего и плохого, мне обладают гигантской информацией, я как паук паутиня, один такой на всю Россию, опять был говорить, что я себя восхваляю, но это действительно факт, вот чем беда, вот, что разделился мир на, тех, кого назначают заслуженными, и о них все знают, и о тех, кого заслуженными не назначают, и они не заслужены, и о них никто не знает, вот, вот я несколько человек вам, вплоть до Тимошки, я из него сделаю, это самое, он уже пожарником был, он уже космонавтом был, вот, вот этот парень, а я все-таки надеюсь, почему, потому что, наверное, пройдут не годы, десятилетия, пока возобладает новый взгляд на вещи, так, пойдем дальше, уже недолго осталось, мы с вами без перерыва проговорили два часа, вот, сейчас я найду, где остановился, потом сделаем перерыв на пять минут, отвечу на ваши вопросы, сколько таких садов в России, вот эти пиктовники, ни одного сада, 97 пиктовников не имеют садов, сейчас дористаю, вот смотрите, пожалуйста, вот смотрите, человек присылает толковое письмо, потом еще раз посмотрите, еще раз, сами прочтете, вот, потому что уже идет как, если человек, я упрекнул в том, что не надо в 21 веке рано замазывать коровьим дерьмом, человек меня поправил, коровье дерьмо, оно имеет какие-то антисептические свойства, его поправляет Абуховская, и вот так, Людмила, ну, то есть идет процесс, как сказать, подробно не можем, надо каждый день тогда, и несколько зим, поэтому вы читайте, теперь следующий момент, она упоминает, мастику, Долматова, видите, вот это, мастика, 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 да, и защита от мышей еще, правда, еще упоминает, чулки-колготки, тоже в дело, я тогда решил так, я уже рассказывал вам про Долматова, про уникальный человек, садовод великолепный, если взять по сумме, таких людей в стране, я знаю, не больше пяти, это человек уровня, там, Курдюмова, вот, уже покойных, нескольких, этих самых, авторитетных садоводов, Бродского, но не умеет, не раскушится, не имеет даже этого, компьютера, я бы ему прислал бы денег на компьютеры, если бы они у меня были лишние, и вот получается, что, зарабатывают на этом лаке-мастики, вот, это же не заслонный казачок, прочтете, поймете, что лак-мастика, и вот он мне, я должен был упомянуть его лишний раз, его, а это касается привелок тоже, я же пользуюсь им, когда отрезаю ветки на привелок, зимой, а надо, чтобы рано-то, не это, не оголелось, надо, чтобы рано-то, была обеззаражена, обеззаражена, бактерии, они так же, как рано на нос у людей, так же, как рано на деревьях, вот, я вам показывал, там, они, брежная обрезка, этих, молодого саженца, и везде гниль, и вот, что, вещь проверена, мной, вот, еще уже, 20-40-й человек, проверил, что не хватает для этого, информации, и, и вот, когда это, все складывается так, я звоню ему, уточняю его, телефон, адрес, вот, и вдруг узнаю, что его, жены, Людмилы, которая сыграла, большую роль в моей жизни, вот, вот она, Людмила Иванова, и у нее юбилей, я поздравляю, вот, всех нас, почему сейчас поймете, вот, я, к сожалению, тут, немножко, когда эти самые, делал, готовился, чуть-чуть не все подготовил, вот ее книга, посмотрите, какого она уровня, дама, что выпустила книгу, тогда ее плохо брали, не знаю, продала она все, или нет, вот, а данные, благодаря ей, я попал, вот, этот, в Челябинск, на слет, на слете, удалось, снять, несколько фильмов, это была вершина, моего, как сказать, творчества, ораторского, видели, морду, ногу, вот, познакомиться с уникальнейшими людьми, вот она, Людмила, поздравляю тебя, Людочка, с этим юбилеем, а они не увидят, у них компьютера нет, вот, может, сходят к Латинкову, Юра Латинков, вот, Саша Иванов, розы, 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 не знаю, вот, на тот момент, когда он доклад сделал, я позавидовал тем, кто купит его розы, или научится выращивать их, вот, наш, получилась такая, Челябинская, такая, как сказать, маленький клуб, если меня считать, часть Челябинца.